Вы знаете, самое интересное, что я не помню, как я относился к государю-императору в детстве. Вот я точно не относился к нему плохо. Относился ли я к нему хорошо, ну, может быть, просто недостаток информации. Я как-то старался так, что то, что я не знаю, я мнения о нем не имею. А знаний было, конечно, очень мало, потому что, так сказать, ну, собственно, не было литературы. Помню, что уже достаточно, там, лет, когда мне было 20, там, у отца нашу книжку Косвинова «20-30 ступеней вниз». И прочитал ее с таким научным интересом, потому что, ну, других книжек не было про царя в советское время. И надо сказать, что читал ее тоже вот с таким чувством, что понятно, что автор пишет что-то свое. То есть, ясно, что он не объективен. А раз он не объективен, то и брать из него информацию нужно очень дозированно. То есть, мне было любопытно, вот я четко помню любопытство узнать, как, что было, почему царь сделал это, почему сделал царь то. Но не было ни осуждения царя, ну, и, может быть, собственно, не было какого-то восторга, потому что, ну, Косвинов писал именно для того, чтобы вызвать осуждение, прежде всего. Было вот такое оправданное, нормальное любопытство, или даже не любопытство, а любознательность, так сказать, к тому, чтобы узнать. Поэтому, конечно, так сказать, просто я из детства, с юности любил историю России и старался изучить, когда представилась возможность, уже там, конечно, так сказать, сформировался именно положительный образ великого нашего царя, императора Николая Александровича Николая II. Не все еще осознают всего ее величия, всего величия этого государя, императора, который сочетал, можно сказать, все христианские добродетели. То есть, надо сказать, что понятно, что все люди грешны, и цари тоже люди грешны, так сказать, имеют свои какие-то слабости, вот, но нам-то важно, когда мы говорим о примере каком-то, да, ну, святом или не святом человеке, но как о примере. Нам важно именно то, что положительное, что мы можем взять от этого человека, от истории его жизни, да. Вот, и царь, император Всероссийский Николай Александрович дает много положительных примеров. Это и крепкая воля, это и смирение перед обстоятельствами, которые он не может изменить. Это и любовь к своим близким, к своей супруге, к своим детям, любовь ко всему народу русскому. Вот то, что самое главное было, наверное, у него, и то, что отличало большинство или почти всех царей русских, это любовь к своему народу. Искренняя любовь к народу. Все в народе российском всегда говорили царь-батюшка, то есть отец всему народу. И Николай Александрович был таким отцом, и благочестивым отцом своего семейства, и благочестивым отцом всего народа. Поэтому, как вот у нас говорят там, Александр II – освободитель, Александр III – миротворец, Николай II – благочестивый. Это образ благочестивого царя, примерный семьянин, с юности влюбленный в свою будущую супругу, принцессу Алису. Отец пятерых детей, который, несмотря на свои занятия, уделял внимание воспитанию своих и сына, и дочерей. Мы видим столько фотографий, когда он с наследником выезжал на фронт, когда он его иногда и на руках носил, так сказать. И это вот единение царя и наследника тоже некий был образец, идеал. Нам показан был идеал царя, идеал наследника. Поэтому, конечно, любовь к Николаю Александровичу, к святым царственным мученикам – это необъемлемая черта вообще всех православных, всех настоящих православных и всех русских людей. Понятно, что сейчас, после почти столетия клеветы и хулы на царя, далеко не все знают о том, каким он был. Начиная с того, что мы готовили с Петром Владимировичем Мультатулли большую книгу «Царствование императора Николая II», точнее, Россия в эпоху царствования Николая II. Она сейчас выходит из типографии, должна выйти в октябре этого 2017 года, именно к столетию его мученической кончины императора Николая Александровича. И там книга, фактически сборник работ и Петра Ивановича Мультатулли, и другого военного историка Бориса Глебовича Галенина. И вот изучая все обстоятельства жизни царя, мы видим, как, во-первых, поднималась под его руководством Россия, поднималась в научно-техническом плане, в экономическом плане, в как создавалась российская промышленность. Взять, например, то, что мало кому известно, у нас была одна из самых сильных и современных авиаций. То есть наша русская авиационная школа – это одна из основных авиационных школ мира, которая, может быть, там была французская, английская и американская. Вот четыре школы. Ну, немецкая пятая. Вот. Первый самолет – это Можайского. Первый крупный гигантский самолет и бомбардировщик, и транспортный – это Илья Муромец-Секорского. И Россия завершала Первую мировую войну, имея один из самых боеспособных военно-воздушных флотов. Основатели фактически всего авиационного учения – это академик Жуковский, воспитанник царской школы. Это будущий авиаконструктор Туполев, это тот самый Секорский, который вынужден был эмигрировать из-за председания большевиков и отдал свои научные таланты Соединенным Штатам Америки, ну, и заодно, конечно, всему миру. Изобретатель вертолета, так сказать, и многих других, так сказать, авиационных достижений. И так можно перечислять и перечислять. Берем другую сторону, да, радио, да, первое радио в мире, да, Попов. Первые радиостанции на кораблях, на военном флоте. Кстати, вот о флоте, военном флоте, да. Не все знают, ну, жители Санкт-Петербурга, которые интересуются своим городом, знают, что немцы остановились на равнине, когда, во время Второй мировой войны, на равнине перед, ну, тогда назывался Ленинград. Никаких рубежей, на которых можно было немцев, вот здесь остановить не было, не было речки, оврага, возвышенности. Пулковские высоты немцы взяли. Непонятно, почему их остановило вот на этой равнине, после Пулковских высот до Ленинграда. Загадка такая. Ну, понятно, что там Жуков приехал, великий наш полководец, понятно, что уже было отступать, что называется, некуда, но можно было отступить там еще километр, еще два километра. Голая степь. Выясняется, и не так давно это выясняется, так сказать, ну, для меня, по крайней мере, лет там пять назад я узнал, что это было, немцы остановились ровно по той линии, по которой достигали крупнокалиберная артиллерия царских линкоров. Вот царские линкоры, созданные по программе царя Николая II, вошли в Неву, встали на якоря, и своей артиллерией били по наступающим немцам, и ровно до того момента, как эти снаряды достигали, немецких позиций, ровно там они остановились, дальше они не смогли пройти. Там, конечно, я говорю, несколько факторов, но это один из решающих факторов. Была еще артиллерия дальнобойная кронштадтских фортов, были там еще береговая артиллерия, тоже военно-морская. Все это создано трудами и по благословению, и по заботе императора Николая Александровича. Он лично курировал программу развития флота и флотской артиллерии. Поэтому во многом тому, что Ленинград, Санкт-Петербург не был занят немцами во Второй мировой войне, мы обязаны тоже императору Николаю Александровичу. И таких моментов можно очень много перечислять. Развивалась успешно фундаментальная наука, математика, физика, математика, там, стекло, физика, простите. И математика, это и стекло, так сказать, и физика умов. Много-много, я сейчас, так сказать, лебедев, умов. Вообще, вот, когда мы сейчас, наши очень руководители, и вообще мы любим хвастаться ракетно-ядерным щитом нашей Родины. А кто создавал этот ракетный ядерный щит? Создавали либо воспитанники царской школы, высшей, либо их воспитанники. Королев, создатель ракетной техники. Он воспитывался у того же Туполева, у тех же конструкторов, которые работали, и эта школа возникла в царское время. То же самое Курчатов, ученик, академика Йофи. Йофи, это физик царской школы. То есть, весь наш ракетно-ядерный щит создан людьми царской школы. Ну, надо сказать, и большинство из них было верующими, православными. Тот же Королев был верующий православный христианин. Он вынужден был это скрывать, конечно, и публично это не говорить. Но известные данные, его переписка, где он прямо говорит в советское время, что я вот очень хочу помогать церкви. Это одна из главных дел моей жизни. Поэтому ничего нового, к сожалению, в советское время не появилось. То есть, все базировалось на царской промышленности, царским наутехническим кардером. Ну, появилось количественно, качественно не появилось. Качество все там. В период царствования империала Николая Александровича, в период царствования его отца Александра Третьего. И все научные школы выросли и пришли к нам оттуда. Вспомнить, если вспомнить, что царь Иоанн Васильевич Грозный, точнее, великим князем стал в три года, а царем в семнадцать лет было помазано на царство. Царь Алексей Михайлович стал царем, по-моему, тоже в семнадцать-восемнадцать лет. Михаил Федорович Романов в четырнадцать лет или в пятнадцать. То есть, много наших царей и императоров сходило в достаточно молодые годы и, в общем-то, справлялось со своим, так сказать, обязанностям. Поэтому в этом плане нет ничего удивительного. Другое дело, что окружение молодого царя, увы, так сказать, уже во многом было не то, как прежде. То есть, прежде всего, окружение царя в большинстве своем утеряло свою православную веру искреннюю. Много было членов масонских лож, много тех, которые ради своего собственного благополучия, величия готовы были отступить от клятвы. Императору. Вот это самое страшное. Самое страшное, что отступление от Бога, от Божьей заповеди, вело к тому, что можно все. Если вера в Бога ослабевает, то человек не боится грешить и в малом, и в большом. А надо помнить, что каждый гражданин, точнее, каждый подданный Российской империи, взрослый мужчина, приносил клятву на верность государю-императору до последней капли крови. На верность до последней капли крови. Женщины не приносили клятву, потому что мужчины, отцы семейств или молодые люди приносили за себя и за свою семью. В деревнях клятву приносил староста тоже за все село. И все знали, что он принес за каждого. То есть, это все считалось, так сказать, действием, это лежало все на каждом. И клятва была достаточно жесткая. И, в общем-то, так сказать, любой, кто отступал от этой клятвы, ну, становится клятвопреступником. То есть, даже тот, который не до последней капли защищал своего императора. Вот у нас достаточно широко известно, что, часто очень критикуют Сталина, за жесткий приказ, не шагу назад, который в 1942 году был принят, были созданы заградительные отряды. И те, кто отступал без приказа, готовы были расстреливать заградительные отряды. И казнили, так сказать, тех, кто отступает во время Второй мировой войны. Надо сказать, что по уставу русской армии ни один солдат не мог отступить без приказа. Ни один. То есть, ты должен погибнуть, ты должен погибнуть на своем месте, но пока приказа нет, ты не должен отступать. Это была норма. Это была совершенно правильная норма. И так и русская армия всегда побеждала. Потому что, если солдат выполнил присягу, если он положил жизнь за други своя, а война, значит, всегда шла, так сказать, с противником народа, противником государства, противником, как правило, православной веры, то, значит, человек, выполнивший клятву, положившись за други своя, попадал сразу в Царствие Небесное. Вот. И вот это держало и сплачивало Россию и позволило ей разрастись от Балтийского моря до Тихого океана, от Северо-Ледовитого океана до Каспийского и Черного моря. Ну и вот это потеря веры в Бога, потеря, что за клятву преступления человек получает вечное наказание и позволило так легко относиться к многим событиям. Ну вот, например, будущий, так сказать, клятву преступник, депутат, будущий депутат Государственной Думы, Милюков, где-то в 1903 году радовался, что убили министра внутренних дел Плеви, что террористы убили министра внутренних дел Плеви. Он говорил, что я пошел и с аппетитом пообедал и поднял тост за то, что вот нанесен удар царскому самодержавию. Вот в какую, даже сейчас у всех людей не укладывается, как это, ну, историк, общественный деятель, он тогда еще не был депутатом Государственной Думы, не было Государственной Думы, радуется тому, что убит министра внутренних дел. Тут даже, когда, может быть, противник твой личный погибает, и то там радоваться грех, так сказать, потому что все создания Божие, а как он мог радоваться убийством министра внутренних дел, так сказать, вот, то есть общество, к сожалению, элита общества очень была повреждена, повреждена западными влияниями, западным масонством, западными социалистическими, демократическими идеями, коммунистическими. То есть эта поврежденность в сознании, она, к сожалению, и вела к грехопадению общества, и в конце концов привела к калитопреступлению. Но это печаль, вот это калитопреступление, оно лежит на всех нас. На кого-то в большей степени, на кого-то в меньшей степени. Почему я говорю на всех? Ну, я, например, так сказать, не предавал императора, и даже в мыслях не предавал императора, да, но я клятву ему не приносил. Но, надо сказать, что милостью Божией мои предки, насколько мне известно, тоже императора открыто не предавали. То есть у меня дед служил в царской гвардии, и прошел всю Первую мировой войну на передовой, в первом эскадроне коногвардейского полка, его императорского величества. И после февральской революции данные о нем исчезают, и он вроде как не служит. Он не приносил даже, по-моему, клятву верности временному правительству. То есть остался верен императору. Но грех все равно в целом на народе лежит. Как сказано, как Иисус Христос говорит в Евангелии, когда его спрашивают, почему там упало, в чем виноваты те, на которых упала башня селамская. Он говорит, что они не больше виноваты, чем вы. Но если, так сказать, не покаетесь, то все так будете. То есть, если мы получаем что-то полезное от народной жизни, от труда всех наших сограждан, предков, то мы получаем не только положительные, мы получаем и грехи народа. Поэтому, конечно, особо страшно, если у кого-то из предков, кто-то лично участвовал в февральском периоде, в предательстве государя-императора, это, конечно, должно быть особое покаяние. Но и в целом народ должен каяться, что его предки попустили отвержение от самодержавия и попустили убийство царя. Да, вот в убийстве императора мои предки точно не виноваты. И, я думаю, не виноваты предки почти всех нашего народа. Убийств было немного. Но то, что мы попустили это убийство, наши предки попустили, в этом они виноваты все. Не сделали то, что, наверное, могли сделать и должны были сделать. Ну, а, собственно, грех передается, как это сказано в какой-то книге, в первом пятикниже Моисея, грех передается, Господь наказывает до третьего, до четвертого колена. Третье, четвертое колено – это вот сейчас. Столетие проходит, и есть надежда, что Господь помилует нас уже, ну, или, по крайней мере, наших детей, внуков, помилует, потому что он наказывает до третьего, четвертого колена. И еще такие слова замечательные. «Не в век Господь враждует». «Не в век Господь враждует». То есть, сто лет – век. То есть, тоже мы ожидаем милости Божией и прощения грехов нашего народа. Но надо сказать, что надо, конечно, каяться и просить прощения не только за попустительство убийства царской семьи, но и за попустительство убийства их верных слуг, потому что вместе с царской семьей было убито четыре верных слуги. Врач Евгений Боткин, повар Иван Харитонов, коммердинер Алексей Алоизий Труп и комнатная девушка Анна Демидова. Ну, комнатная девушка, то есть комнатная горничная. Вот. Они до конца выполнили свой долг, до конца выполнили свою клятву и имели возможность покинуть царскую семью. Тот же, тому же врачу Евгению Боткину предлагали, оставить нету, сказал, что я буду верен до конца. Вот. И, конечно, они смотрят на нас с небес и ожидают от нас покаяния. И в чем оно должно, наше покаяние заключаться? Оно заключается не только в искренности покаяльного сердца, но и в действиях. Чтобы у нас были убраны имена царских убийц, цареубийц, имена дедаубийц. Там того же Войкова, по-моему, Белобородов какие-то, может быть, улицы есть названы. Свердлова, Свердлова. Целая область названа до сих пор Свердлова. Ну, не говоришь о Ленине, так сказать. Ленинов у нас столько всего, что просто, так сказать, почти в каждой городе есть улица Ленина, стоит памятник Ленина в крупном городе. И вот наше действенное покаяние это убрать мавзолей с Красной площади, захоронить, а лучше, так сказать, как и хотел там, и пропагандировал Ленин кремацию, скремировать его тело, так сказать. А прах можно развеять, как вот его учитель Энгельс учил развеять прах там в сторону Запада, откуда он привез, приехал, так сказать, из Швеции, Германии, в ту сторону прах его развеять. Но главное убрать мавзолей и труп с Красной площади, убрать там десятки или сотни тысяч памятников, которые оскверняют наши площади. Сус Ленин же был пропагандист, пропагандист терроризма, идеологом терроризма. Он восхвалял именно террор. Тогда он, когда критировал террор, он критировал, что индивидуальный террор – это плохо, потому что хорошо массовый террор. Вот его главная, так сказать, идея. Мне там скажут сразу, вы говорите неполиткорректно, вот так же, как на Украине, там тоже убрали памятники Ленину. Да, может быть, на Украине убирали памятники Ленину из-за нелюбви к Путину, из-за нелюбви к России, бандеровцы. Но, так сказать, сделали, так сказать, по существу объективно это действие правильное. Потому что Ленин был основатель и Украины, вот этой украинизации, это его и его подельников, так сказать, дело. Да, поэтому наше действие покаяльное должно быть с возвращением исторических названий на территорию нашей России. Если, так сказать, новые города, там новые районы, ну там у них все равно в этом местности всегда есть какие-то исторические названия, географические названия. Вот. И памятники террористам надо убрать, так сказать, с наших площадей и улиц. И вот это наше будет деятельное покаяние. Вот. И, конечно, возвращаясь вот к почитанию царя императора Николая Александровича, надо сказать, что тот, кто хулит святых, неважно там, какого именно святого, но того, кто прославлен, кто хулит святых, тот является боготступником и даже, возможно, и богоборцем. Потому что надо иметь в виду, что святые, они не сами по себе святые. Их проставит Господь Бог. И те чудеса, которые совершаются по молитвам к ним, это не они совершают. Совершает наш Господь Бог. Если мы не признаем или как-то неуважительно относимся к святым, мы неуважительно относимся к тем дарам Божьим, которые даровался святым Господь Бог. И, соответственно, неуважительно относимся к нашему Богу, Святой Троице. И поэтому это страшный грех. Страшный грех, который очень трудно потом даже и покаяние за него принести. Надо сказать, что вспомнить случай в Самаре, тогда еще в Куйбышеве, когда под враждительский пост на Новый Год, на Советский Новый Год, в Рождественский пост, собралась компания молодых людей в одном доме в городе Куйбышеве, на самом деле в Самаре. И у одной девушки не оказалось молодого человека. И она какая-то, видимо, выпив, а может не выпив, просто расстроившись, что человек не пришел ее молодой к этому времени, а звали его Николай. взяла икону из Красного Угла, взяла икону Сетиля Николая Чудотворца, говорит, ну, я вот сейчас буду танцевать с иконой Николая Чудотворца. Но сказала она, это не благоговейно, а именно с такими некой издевкой. И ее подруги, друзья, стали увещевать ее, говорит, что нет, это богохульство, ты не трогай, пожалуйста, икону Сетиля Николая Чудотворца, это нельзя. Но она вот не послушалась и стала танцевать и окаменела. Это известное зое настояние, которое обсуждалось тогда даже на заседаниях политбюро и цикопартии, потому что реально стояла окаменевшая девушка с иконой вот так, и приходили жители, соседи приходили, видели это все, пытались там врачи что-то сделать, иголки вкалывать, пытались ей вколоть какое-то лекарство, а иголки ломались, тело было окаменевшее, а сердце билось, то есть звук сердца прослушивался. Вот это неуважительное почитание к святым, даже через святые иконы. Или вспомнить там известного еретика Васяна Патрикеева, который еще на соборе в 1531 году осудили за то, что он неуважительно отнесся к преподобному Макарию Калязинскому, сказав, что, ну, Макарий, кто такой, прости, Господи, Макарий, знаю, что крестьянин, из крестьян монах, а что святой, не знаю. А к тому времени уже почитание преподобного Макария Калязинского было вообще известно, и по его молитве творились чудеса, и ему записали за непочитание преподобного Макария Калязинского это ересь, элемент ереси жидовствующих, отвергающих, собственно, божественную природу Христа и веру в святую Троица. Поэтому нам, всему нашему народу, надо сплотиться около народных святынь. И святыни эти наши, это наши благочестивые предки, возглавец нашим царями, императорами, потому что в большинстве своем они, конечно, были святыми. Не все знают, что помимо Николая Александровича и всей его семьи благочестивые, прославленные в качестве святых и царь Федор Иоаннович, сын царя Иоанновича Грозного официально прославлен на Архиерейском соборе в 2002 году. И местное почитание его было на протяжении столетий. Ну, не говоря уж о великих князях святых, так сказать, роднопостном князе Владимире, великом князе Владимире Мономахе, великом князе Игоре Черниговском, Андрея Боголюбского, Александра Невского, Дмитрия Донском Иоанна Данчеркалите, Даниле Московском. Это можно перечислять и перечислять, так сказать. Почти все, почти все, за редким исключением наши великие князья и государи, цари и императоры были святыми людьми, избранниками, помазанниками Божьими. И если мы хотим, чтобы наша страна, чтобы мы были как единая семья, единый народ, и прижили те испытания, которые грядут нам, а они несомненно грядут. Сейчас почти полмира на нас ополчилось. И ополчилось именно за то, что мы не такие, как они, за то, что мы православные, за то, что мы христиане, за то, что мы не исповедуем ту мерзость, которую они себе продвигают. И это никуда не уйдет. То есть мы будем у них, мы сидим у них как кость в горле. И не столь важно, что мы, может быть, экономика наша не такая сильная, как в Соединенных Штатах Америки, не такие качественные машины мы делаем, автомобили, чем Германия. Конечно, это хорошо бы, чтобы экономика сильная была, и автомобили мы делали, но важен, прежде всего, дух. А дух важен, появляется от благочестия, от уважения к памяти предкам, к уважению нашим святым. Поэтому, конечно, такой мерзкий и гадкий фильм, как «Матильда», он не должен идти ни по экрану, его никто не должен смотреть. Меня, конечно, удивило то, что отдельные депутаты Госдумы, типа Ирины Родниной, Оксаны Пушкиной и там еще некоторые так легковесно показывали свою, мягко говоря, необразованность в вопросах и духовных, и исторических. Стыдно за наших депутатов Госдумы, которые не знают, кто такой был царь Николай Александрович, которые не знают, что мученик это обязательно святой, как Ирина Роднина сказала, что он только мученик, а не святой, или состротерпец, а не святой. К сожалению, большинство людей, которые не оказывают почитанию царю Николая Александровича, просто не обладают той информацией и, может быть, не обладают тем сердечным чувством, которые должны обладать. Субтитры создавал DimaTorzok